Вот и дождались финал 22-го ежегодного конкурса среди образовательных учреждений «Рыцарь года-2018». Я уверен, что ребята подготовили отличные выступления. Пойдем посмотрим. Во дворце спорта прошел финал районного конкурса среди самых смелых, умных и талантливых старшеклассников Ленинского района. Свободных мест в зале в этот день не было, ведь у каждого участника своя группа поддержки, кто помогал и подбадривал во время испытаний. Перед началом конкурса патриотическими песнями разогревал публику детский хор. А началось все по традиции с визитки. И самым ярким здесь оказался Александр Хрипачев, ученик Винновской школы номер 4, который за основу своего выступления взял тему хоккея. Мы хотели показать, чтобы мужчина был мужчиной, занимался спортом, ведь спорт – это дальнейшая жизнь. Каждый из финалистов пытался удивить членов жюри своими умениями. Артемий Болотенков, представляющий Винновскую школу номер 5, исполнил зажигательное соло на ударных инструментах, чем покорил сердца зрителей. Человек – это то, что он умеет. Из его талантов, способностей и увлечений. И я решил раскрыть все свои таланты на этом выступлении. Лично я обожаю играть на барабанах и заниматься спортом. Это мое все. Еще один участник конкурса Никита Бибикин, который представлял седьмую школу, блестяще показал себя в интеллектуальном конкурсе и получил за него максимальную оценку. Мне нравится сама история. Мне интересно изучать не только историю своей родины, но и историю других государств, потому что нужно знать не только свои ценности, но и ценности других людей, других народов. Представитель Винновского художественно-технического лицея показал отличную спортивную подготовку. В испытании нужно было продемонстрировать силу, ловкость и скорость исполнения. И здесь Даниил Шлык оказался лучшим. Жюри не просто было решить, кто из финалистов достоин главного приза. Ведь каждый из участников проделал большую работу и подготовил интересные выступления. И все же победителем ежегодного районного конкурса «Рыцарь года-2018», который со всеми испытаниями справился на отлично, стал ученик Винновской гимназии Давид Аджамян. В «Рыцарь года» вручается символ конкурса и лента победителя. На самом деле непередаваемые эмоции. Мы с командой готовились очень долго. Очень долго к этому шли. Конечно, мы сдружились с коллективом «Рыцарей». И вместе к этому все шли. И не расстраиваемся, если кто-то не победил. И все дальше будем вместе дружить. И самое главное, что несмотря на конкурентную борьбу, в процессе подготовки ребята стали настоящими друзьями. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова